Сегодня у нас долго шаканный гость. Был их с кандидат на президента, был и политвязин Микола Статкевич, який подлечил, что провел с дня воля не амаль 7 годов, амаль 5 годов у Турме после выборов в 2010 году. Господар Микола, вот, когда вы были у Турме, то очень часто, когда мы друковали на сайте информацию про вас, то мы публиковали фото, где вы с Мариной, с вашей женкой, у Карловых Варах. И Марина, калестевую интервью, мне казала, что это был один из наиболь счастливых моментов. Я, наверное, хочу, чтобы я был полторы. Я веду, что вы теперь у Чехии, именно витоваясь, только приехали с Карловых Варах. Я веду, что вами опекуется организация «Человеку Бядзе». Расскажите, калиласка, про то, что вы теперь робите у Чехии. Я разумею, что это не только курортный отпочинок. Ну, эта организация, я великой дякую, пропоновала мне отпочинок для реабилитации с великим термином «Зневольненем» от месяца до двух. Ну, это безмолвно нереально. С великом тех справок, которые работали в Беларуси, тому погодились на 12 дюй, но реально. Но это было реально шемя, если бы они так само запросили выступать. Учера мы выступали в рамках мероприятия, в озногоды бархатной таксомитной революции, в Плезении. И сегодня у них есть зима программа, и есть завтра так само встреча. Так что у нас там 8 санаторных дел у нас остается. Але для нас головно не это, уже Бог зима этими процедурами, а просто как мы поехали на машине, она хоть и старенькая, там уже 13 годов, але она вельми экономная, невеликая. Мы просто по дороже, чем мы марли, саправдой про то, что будем по дороже все разом. Мы, например, в Польшу проехали, проехали про с горы, польские, а потом чешские, там дорога тяжкая, или вельми маляуничая. Ну, рысеры с самой... Карлову Вару это так само вельми текавое место, вельми спокойное. Ну и мы обовязково публикуем на нашем сайте ваше свежее фото с Карловой Вару. Господар Микола, выглядаю, что сумное питание, на мой погляд, мужу задать. Вы вельми можно тримались в турме, в вельми тяжких умовах, в укрытой турме. А маль пять гадоу, не глядяши на тиск, вы не написали прошения о помиловании. Седьмого сачування, что ваша мужность, ваша готовность ахвероваць собой не была запотрабаванная беларуским громадством. Что, как Алексеевич говорила, теперь час Лукашенко и Путина, час сила, але не час Вацлава Гаула. Что, вы могли выйти к Вацлаву Гавал? А вы теперь громадству гэта не потребует. Ведайте, что такое громадство. Это як, это тое самое, что все громадзяне, те як, что вы разумеете под этим словом. Кай вы разумеете под словом громадства, это людей из некой активной громадзянской позиции, то я думаю, что гэтым людьми такие повозены не только мои. Тут зараз так само по запрашению организации «Человек-убедес» находится у празе Евгена Васькович. Иосиф Миколай Дзядок, Иосиф Игорь Линевич и інши повозены у всех этих людей, они запатрабованы. Потому что беларуськое громадство зараз потребует прикладов, прикладов годных повозенов, людей, які займают вразно-граничную, политичную, патриотичную позицию. Нам таких выпадков не стоя. У нас шмат было супротлеглых выпадков на иношу историю, когда люди поднимали стяг, вели, казали пригожие слова, а потом свальвали, усякали, задраживали. И это будет запатрабовано. На таких прикладах, на этих молодых людей, яких называл, будуется нация. Нация не бывая без того, как за ей нехта не змагался. И это приклады, я не просто, я наперёж скажу, добрый, что там старые, биты подполковники, а вот это молодых людей за всем амаль, даруются змагаться, амаль дзятей, вот это, кажется, вельми шмат для становления, формования, кончаткового нашей нации. Это герой. Давайте это признаем и это приклад. Людей, якие заховали годность и гонор в вельми тяжких умовах, якие, ну, можно паргнувать навод с пеклом. Вы, когда были за кратами, заинициевали связницы, закликали поплешников по оппозиции зарабить працу над помылками, что было 19-го снежного в 2010-го году. Фактично, гэта праца над помылками, я бы сказала, не отбылася. Цепер минули еще одни выборы. От политика, история не маю тьмоу на галаду, а левось, каліб вернуться до вашей пропановой связницы іншей, кап вас вылучили кандыдатам на президента, вязня, политвязня вылучили и тем самым неким чыным зламали сценар уладау. Каліб гэта сценар спрацавау, каліб демократичные силы подтрымали гэтую вашу инициативу. Як вылежите, ці выніки гэтай выборчай кампании маглі бысь інші? Ну, па перша, на конд працы над помылками. Я б не назвал гэта так. Я просто выборучас, каліб прашла парламентская кампания, а до президентской еще было достатково далека. И пасля нового году, каліб люди не вельми часто заходят в интернет, я просто, ну, это пришлось арабить по некалькі разог, бы эти листы не пропускали. Я просто дав оценку поводзинам некоторых кандидатов и командам. Это требовало зарабить, потому что подлые поводзины, здрада, они повинны быть свядомыми людям. И я думаю, что это оказало повный вплив. Мы, как минимум, одного кандидата, який мог бы быть на этих выборах, там не бачим. Я дякуюсь Богу. Женка сопротивлялась, правда, гэтому вельми, она не любить конфликтов, затримала друкование в интернете гэтых листов, она уже вышли, когда кончились вакации новогодние, отрывалось больше эффекту. Але это требовало сказать, зарабить, и зараз я кажу, и я, у нас... А не избирались, а вось посла уже позволения? Вы дайте, думаю, оппозиции принято. У любой постсоветской краине своих оппонентов называют лечить агентами спецслужбов. Але есть доказанные выпадки. И когда такие выпадки доказаны, человек здранник або стукач, я за одним столом сидеть не буду. Теперь на кон пропанова. Это была не моя пропанова, на кон получение меня одним кандидатом. Это была пропанова, я называл и Владимир Новосяц, Сергей Скорьбец, Владимир Мекляев. Это пропанова, она достаточно протяжный час ухудшала. Наверное, прогожая идея была? Идея сопротивно моральная, прогожая. Я поднимал эту идею, я разумел, что оппозиция, как бы захавать субъектность на тле этих процессов, которые идут, украинские процессы, критичность сприймания Лукашенко сбоку захода падая, на тле этих паде треба, как бы оппозиция выступила как субъект, а для этого треба единство на выборы. Но, безумовно, наибольш реальным вариантом было бы, как я жартовал вылучение кандидатам президента Небошчика. Тогда пусть я погодилися, але громадство и белорусское, и международное этого не разумело. Вылучение оппозиционного политика с тех, кто на свободе, я личу мало реальным, потому что явных таких лидеров не было, а кожный личит себе, как это мужчин бывая, самым лепшим, халовным, крутым, и так далее. Тому заставался такий вариант, как вылучение политвязни. Я сподевался, что он может быть подрыманным, потому что я, скажем так, не могу пересенькому дорогу, ни в неких контактах, ни в неких потоках, и так далее. Я ведал, что мне будет каштовать сгода принять эту пропонову. Другая открытая, это запор, это по сути, из-за этого. Но для того, как они выступили годно, как они выкликали симпатию по вагу в громадстве, я вырошу принять эту пропонову. Но, на жаль, она не прошла. Вы сказали про то, что оппозиция мусит быть субъектом. И не так давно вы и шарах лидеров оппозиционных звернулись до Евразвязи с просьбой, как ты выступил посередниками в перемовах помеж представниками демократичных силов и улады. Днями керавница представництва Евразвязи в Беларуси Андрея Викторин вот так и она заявила, что выканание роли посередников это как питание задали, так вами отказали. Мы звернулись до Евразвязи с тем, как умовой снятия санкций было поляпшение выборча законодавства раз и практика проведения парламентских выборов два ну была там пропонова от коллегов упрыгожить это еще такое пропонова ведаючи, что Лукашенко ее не примет. Почему мы такие пропонова получаем? Маю очень мало спадделов, что Лукашенко зараз их примет. Его можно только внутри примусить это принять. Да и то может быть уже и поздно, не уратуем однородно гневом. Так вось, будя 4 месяца, это уже время худко ставиться пытание в уголе обскасовании санкций. Тому, как бы санкции хотя бы заховали все откладенным выглядеть, как минимум, треба продемонстровать некие конструктивные пропоновые конкретные сбоковые оппозиции, которые Лукашенко не принял. И как бы зараз облах умовой снятия санкций. только. Но тут шамусь взяли трещины. Нека дробное пытание, ты можешь дзивно политологи разважают артыкулы, пишут, да Лукашенко никогда не пойдет. Я хотела запытаться крыху про инше в этом контексте. Я вельми добро памятую ваше опошнее слово на суде. процитую. Вы закликали дипломатов европейских краинов. Не треба пропоновать режиму грошей за нашу свободу, выкуплять у бандитов, закладников, нельга. После нас будут іншые охвяры. Я готова охвяровать свободу и наблизить свободу своей краины. Выглядая, гэтое ваше послание не дайшло. Те отчуваете вы себе расчарованным, что вас не разумели, что может подманули некоторые ступени. Это мотный был закрой. годов я отчув себя расчарованным. Я спокойно ставлюся до людей. Я людей разными бачу. Особливо на свободе и не на свободе. Я ставлюсь до их такие люди. И там такие люди. Выборы выигрывают, гадли рост дохода, зарубки, пенсии. Наша проблема. Это только наша проблема. Мы шуми шуми колькости людей, вельми редких людей, святых людей, которые допомагают нам. Та организация человеку без и никто не промышал взять подарунок там, хоть тысячи походите, полячитесь, а там все остатки отбают про себя. Безумовно, такая заява моя, это был способ тиска. Я буду протягивать эти тиски, я буду поливать до их властных каштовностей. Бо есть не только те, кто во владе, есть те, кто в оппозиции. Есть громадянская супольность. Она достатково мощная там. Я был у Швеции по запрошению коллег по социал-демократу и я поглядил, что там на завершенном семинаре, конференции приходит генеральный секретарь правящий партий и его там выховывается и она слухает и успевает. Так что я буду выхористовывать деля Беларуси, деля наших метов, как Беларусь была нормальная, буду выхористовывать такие срутки тиску, апеллюючи до их каштовности. У певных людей это находится. Широ скажу. У меня состоится час на одно питание, связанное с терактом у Парижа. Я хотела задать в таком контексте. Вальсификации после президентских выборов 2001 года были незаважные в свете, наступный день был теракт 11 вересня. После того, как департовали с краинных команды и Нямцова в свой час, в этот вечер был теракт на Дубровце. И так сам эта история немела розголосу. На передадні теракту в Беслане был вельми резкий выступ про Беларусь сенатор Макейна. Як вы меркуете, тут многие контрреверсийные конспирологичные теории высовывают, что Кашенко шансует, он ведает и как вы думаете, как беларусь влада теперь може скорыстать теракту Парижа на свою корысть. Я вогляд тут не бачу ни шансовання, ни шансовання. Не было б теракту в Нью-Йорку в 2001 годе. И что? Як бы это пауплывало на нашу ситуацию? Да нияк. Ну заяв лишнего написали и все. Аналогично там тем больше команды немцов. Нияк это не вплывало на нашу ситуацию. Так что давайте свои проблемы будем вырешать сами. Безумовно парижские теракты могли быть скорыстаны просто режимами постсоветскими, да не только постсоветскими, любыми авторитарными несвободными режимами деля закручение гаек. Бо беспека это за все такая зручная нагода. Там террористы мусульманские забили людей, так давайте мы тут оппозиционеров там демократу заведите в крышку. Была нагода и махшимасти. Говорят зараз про махшимасти. В режиме банально не стоят гроши. Мне еще даруйте не выкупили. Гроши еще за это, что я вышел, никто не отрывал. И спадзаюся не отрывая. Так что зараз хотелось безумовно. Сейчас хотелось, а я не разумею, что когда я проводил подчас выборов, там вельми хотелось что сделать. Капытами это отбили подначальные. И зараз так сам вельми хочется. Пытание им тихо 5 грошей на это. Вот и все. А что сделать, как в Беларуси не отбывались такие теракты, как у Парижа? Те они не отбудутся? Ведайте, не лезти невеликая краина, не обороненная ніякой коалицией. Бывает так, что краина уступает великую коалицию, силовую коалицию, военный блок, и она тримует плюс и минус. Она тримует великую гаранту своего истнования, территориальной целостности, геронитету, але за это она платит тем, что она вымышлена в дельниче в неких кампаниях, и так самым возникает погроза терактов на территории. Это уже каждый народ выбирает и варто. Это зависит от ситуации. Але коли краина не оборонена никакой коалицией и лезть в геополитичные всякие глобальные некие огульные, тем больше силовые конфликты могут быть просто неварто. Вот и все. У нас мы невеликие и могутные. Нам требует спочатку разбавиться со своими проблемами. Дякую вам за год. Дякую вам.